Прежде чем делал, сегодня мы будем собирать флопатрон. И это не секс-игрушка. Хотя... Короче, вы наверняка видели такие видосы, где куча дисководов старых исполняют какую-то музыку. Так вот, я подумал и решил, что хочу себе такую же штуку. Поэтому набрал тут всякого добра. В общем, сейчас покажу и расскажу. У меня тут полно всяких старинных штуковин. Разве что осциллографа не хватает. Хотя знаете, где есть осциллограф? В новом клипе Breaking Might Machine. Это российская прогрессив метал джентгруппа. За год существования ребята записали альбом и готовят его релиз к февралю 2019. Альбом и клип созданы в атмосфере киберпанка и антиутопии. В общем, для тех, кто любит потяжелее. Советую заценить клип по ссылке в описании, написать ребятам ваш честный фидбэк и следить за их дальнейшим творчеством. Поддержим отечественных музыкантов. Так вот, осциллографа нет, но есть много всего. Давайте по порядку. Маленький экскурс в историю. От практики мы перейдем потом. Пожалуй, пропустим те времена, когда были перфокарты, перфоленты и компьютеры размером с дом. Это сейчас не важно. Важно что? Носители информации. Человечество придумало компьютеры и решило, нужны носители информации. Желательно магнитные. Кассеты, кстати, тоже раньше использовались, но сейчас речь не об этом. Вот, например, 5-дюймовая дискета. Были еще 8-дюймовые, по-моему, до них. Но у меня вот такая есть. Тут содержится программа диск-менеджер какая-то в таком красивом конверте. И вот как она выглядит. Вот эта дискета квадратная такая. И она делает вот так. Она гибкая. Соответственно, из-за этого свойства это приспособление получил название «гибкий диск» или «флексибл» или «флоппи». «Флоппи» дисковод – это дисковод для гибких дисков. Как выглядел дисковод для вот этого конвертика? Вот такая штуковина здоровая. Вставляется вот так. И опускается флажок. Все. Готов к чтению диск. Когда надо, отжимаем флажок, дискета вытаскивается. Есть специальный тут квадратик, вырез. Если его заклеить, то диск будет защищен от записи. Короче, вот, все очень продумано и хорошо. Но эволюция шла, и дискета эволюционировала 3,5-дюймовую дискету. Вот, это та же самая программа диск-менеджер. Ну, не та же самая, короче, тоже программа диск-менеджер, но уже вот в таком формате тут все, короче, прокачано. Шторка для защиты, которая открывается только когда вставляешь дискету в дисковод. Здесь уже не надо заклеивать квадратик вручную, можно просто переключить переключатель и, соответственно, защитить диск от записи. И он больше не гибкий. То есть сам диск внутри магнитный он гибкий, но корпус больше не гибкий. Но, однако, название осталось. Тоже флоппи. И это более привычный нам формат, 300-дюймовый, и дисковод, естественно, меньше. Вставляем, и все. Диск зафиксирован, готов к чтению записи. Нажимаем кнопку, диск вылетает. Зашибись. Дальше что у нас было? Дальше изобрели CD-ROM. Ну, это уже, наверное, все видели, хотя сейчас уже почти не используется. Есть только в каких-то приставках или DVD-плеерах. Вот, CD-ROM. Совсем другая технология. Компакт-диск, он не магнитный, а вот такой вот блестящий, красивый. Это как какие-то драйвера к принтеру. Несмотря на то, что этот диск гнется, а этот диск меньше, чем вот этот, то вот это гибкий диск, а это компактный. Да, чувствуете разницу? Компактный, некомпактный. Гибкий, негибкий. Короче, не путайте. Ну, еще есть, так, для полноты картины есть винчестер. Жесткий диск, это уж точно, у всех компьютеров стоит. Пока что SSD слишком дорогие. Это HDD, Hard Disk Drive. Там тоже диски с магнитным напылением, и чтение уже происходит без соприкосновения с поверхностью диска. Поэтому диск долго служит, быстро работает. И, в общем, самое то, пока что лучше ничего не придумали по соотношению цена и производительность. Но вы можете спросить, какого хера ты нам все это рассказал? При чем тут это все? Что у этого всего общего? Общее у этого всего то, что там, внутри этих устройств, находятся моторчики. Шаговые моторчики, или даже, точнее говоря, шаговые электронные двигатели. Не будем вдаваться в принцип работы. Суть в том, что при работе эти двигатели издают характерный звук. И, в принципе, как вы уже, наверное, догадались к этому моменту, можно управлять этими моторами и издавать различные звуки в определенной последовательности. То есть, получать музыку. И на кой хрен вы можете спросить, тогда нужны все эти приспособы, если можно просто надергать моторчиков и подключить их, и играть музыку. Но дело в том, что моторами надо управлять при помощи специальных микросхем, драйверов, так их называют. И, в общем, зачем дополнительно еще какие-то драйвера подключать, настраивать, если здесь уже все встроено. Вот, в флопе дисковода уже есть драйвер мотора. Мы просто подсоединяемся к нужным контактам и управляем этим мотором. И получаем звуки. И получается музыка. Вот такой принцип работы флопатрона, или как это называется, в общем, музыкального инструмента, который играет музыку на приводах дисководов. Так, можно сказать. И сейчас мы продемонстрируем принцип работы этого всего на примере от 3,5-дюймового флопика. И управлять мы будем им при помощи нашей любимой Ардуины. Сейчас все покажу. Итак, схема проста. Нам нужно выделить три пина, которые я посмотрел на распиновке, соответственно, у интернета. Ой, я узнал. У интернета распиновку флопи диска. Там стандартный разъем. Нам нужно замкнуть эти два пина, чтобы просто диск работал. И еще три пина подключить. Это enable pin. То есть, пин, который отвечает за то, что просто диск включаем или выключаем мотор. Пин, который отвечает за направление движения мотора. И, собственно, сколько шагов делает у нас мотор. Так как мотор шаговый, он делает шаги. Все. И каждый нижний контакт это земля. Не знаю, зачем. Наверное, надо. Соответственно, надо еще запитать сам флопи. Можно запитать от Ардуины, но почему-то везде пишут, что не рекомендуется. Поэтому я взял старый блок питания от компьютера. Здесь не работает вентилятор. Но я надеюсь, что ничего не перегреется и не взорвется. Вот. И мы запитаем прямо от него. Благо тут как раз есть подходящий разъем. И сам блок питания втыкаем в сеть. И сейчас... О чудо! Что-то произойдет. Да. Мотор подвигался. Лампочка загорелась зеленая. Все зашибись. Теперь надо загрузить наш скетч. Который что делает? Ну, который, соответственно, включает мотор. Крутит его. Ждет. Крутит с другими параметрами. Ждет. Крутит еще с другими параметрами. Получаются ноты. И загружаем. И смотрим, что получается. Что-то происходит. Но я думаю, вам плохо слышно. Сейчас микрофон поднесу. Это я написал программу, которая просто четыре ноты играет. По очереди. И так по кругу. В общем, очень увлекательно. И теперь, когда мы все это знаем, можем вручную программировать флопи-диск, моторчики флопи-диска, мы можем себя погладить по головке, взять с полки пирожок и скачать готовое программное обеспечение, которое уже написали умные люди, которое вот прямо позволяет воспроизводить на флопи-приводах миди-файлы. Любые мелодии. И не надо мучиться и писать какие-то гигантские строки кода, чтобы сыграть сраные четыре ноты. Все. Теперь мы это умеем. Никто к нам не будет придираться, что мы не владеем достаточными уровнями абстракции. Скачаем готовую программу, которая называется Млопи. Я название напишу в описании. Ссылки я не могу оставлять на чужие программы по правилам Ютуба. Но я напишу название. И там и туториал, как все скачать, как все поставить, как подключить. Короче, внимательно. Суть там состоит в чем? Надо загрузить особый скетч на Ардуино. Сейчас мы это сделаем. В скетче указывается, сколько у вас флопи-приводов. И, собственно, все. Больше ничего менять не надо. И запустить саму программу. Уже на компьютере, которая работает. Собственно, интерфейс там, короче, не знаю. Давайте покажу. Так, с названием я немного ошибся. Называется не Млопи, а Мопи. Короче, Мьюзик Флопи. Вот так вот. Здесь что можно сделать? Выбрать, собственно, через какой компорт мы будем взаимодействовать. У нас это COM3, к которому подключена Ардуино. У нас там один девайс. Выбираем MIDI-файл. Вот тут есть папка Sample Songs, которая шла в комплекте с программой. И, например, выберем Tetris. И нажмем Play. Ну, судя по всему, эти MIDI-файлы рассчитаны на несколько голосов. А у нас только один. Поэтому у нас проигрывался, как я понял, только басовый. Басовый голос. Но это не суть. Мы все равно не будем играть музыку из Tetris. А мы, конечно же, сейчас попробуем накидать свой MIDI-файл. И посмотрим, сожрет его программа или нет. Сможем ли мы на флопике воспроизвести то, что нам самим хочется. Сможем ли мы на флопике? Это было самое прекрасное, что вы когда-либо слышали. Давайте еще раз. Итак, это было прекрасно, но очевидно, что нам не хватает второго голоса. Поэтому, ну, собственно, басов не хватает. Поэтому, я думаю, мы попытаемся вот этот большой, 5-дюймовый флопик тоже запитать и прифигачить к этому, к нашей системе, к нашему флопатрону. И у нас уже будет два голоса. И попробуем подключить по той же схеме и пустить на этот флопик второй голос. И посмотрим, получится или нет. Если получится, это, конечно, будет просто замечательно. Мне прям не терпится послушать эту музыку богов. Короче, не знаю я, в чем прикол. Не получается у меня сделать басовый голос из большого флопика. Потому что, не знаю почему, он не реагирует на аналогичные команды. Сам он работает. Распиновка вроде такая же. Моторчик крутится. Принудительно. Лампочка моргает. Но вот на аналогичные команды не реагирует. Может он и не должен реагировать, я не в курсе, если честно. Если вы в курсе, то пишите в комментариях. Вдруг у нас есть специалисты по 5-дюймовым флопи-дисководам. А второго флопика у меня нет. У меня есть, короче, который в ноутбук вставляется. Вместо... В старых ноутбуках можно было вставить флопи-диск. А можно было там дополнительную батарею и еще какой-нибудь модуль. В общем, они модульные были. Вот. Но тут совсем другая распиновка. Тут разъем другой. То есть тут так по-быстрому не воткнешься в Ардуино. То есть надо как-то разбирать это, впаиваться туда напрямую. И не хотелось бы нарушать ценность. Тем более без гарантии результата. Ну и с сиюшниками тоже все не так просто. Поэтому я не знаю. Пока что так. Но если вам нравится такая рубрика, если вам зашел флопатрон, то я разберусь со всем. Если надо, я докуплю еще флопи-дисководов. Сделаем многоголосый. Подключим вторую Ардуину. Что-нибудь еще намутим, если вам нравится эта рубрика. Вот, дайте знать. И если у вас есть какая-нибудь инфа по этому поводу, тоже пишите в комментариях. Все, что мы достигли за сегодняшний день, вот оно. По-моему, неплохо. И образовательно, и весело, и музыкально. Подписывайтесь на Патреон. Смотрите ссылки в описании. И не забудьте заценить клип от нашего спонсора. Тоже по ссылке в описании. Давайте до встречи с наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok